В Москве в присутствии журналистов скрыли черный ящик Су-24, который турецкие ВВС сбили над Сирией. Корпус самописца поврежден, поэтому данные будут снимать при помощи специальной аппаратуры. Расшифровка начнется уже завтра. В расследовании примут участие иностранные эксперты. За всем происходящим в Межгосударственном авиационном комитете следит наш корреспондент Михаил Акинченко. Сейчас он выходит на прямую связь со студией. Итак, Михаил, мы ждем от вас подробностей. Ну, надо сказать, что бортовой самописец сбитого в Сирии Су-24 будут изучать специалисты Межгосударственного авиационного комитета. У них огромный опыт подобной работы, хотя, конечно, нельзя не заметить, что, как правило, они и имеют дело, специалисты МАК, эксперты МАК, с расследованием катастроф гражданских воздушных судов. Изучением же летных происшествий, связанных с военными самолетами, занимается, как правило, военное ведомство, потому что параметрические данные могут содержать, да, в общем-то, и, как правило, содержат закрытые или даже секретные сведения. Однако, как отметили сегодня на брифинге представители Министерства обороны, данный случай далеко выходит за рамки обычных расследований. И крайне важно, чтобы наиболее полную информацию могли получить все заинтересованные стороны. Перед самым началом процедуры дешифровки бортовой самописец в специальном защитном кейсе доставили в МАК и продемонстрировали его журналистам. Заметно, что корпус получил значительные повреждения. Впрочем, эксперты объяснили, что модуль памяти скрыт еще под несколькими слоями металла, а также специального амортизирующего состава, который защищает, в том числе и от огня. Эту защиту хорошо видно на первых кадрах вскрытия корпуса, которые транслировались из лаборатории. «Списание информации защищенного бортового накопителя возможно, обеспечив доступ к модулю памяти, который находится внутри кожуха накопителя. Обращаю внимание, что болты, которые удерживают эту крышку и вывенчивают, на них имеются следы лакокрасочного покрытия, ненарушенного». Вместе с журналистами за процедурой вскрытия наблюдали и иностранные эксперты. Напомню, что пригласить к расшифровке бортового самописца представителей иностранных государств еще на прошлой неделе на встрече с министром обороны предложил российский президент. После того, как черный ящик Су-24 был доставлен в Москву из Сирии. «Мы обратились к иностранным экспертам 14 стран с приглашением принять участие в работе в качестве наблюдателей. Однако, за исключением экспертов из Китайской Народной Республики, господина Лю Чаньвея и Великобритании, господина Джонатана Гелеспи, многие другие специалисты, ссылаясь на различные обстоятельства, от участия в расследовании отказались. Также в данной работе принимают участие президент и вице-президент Международного общества расследования авиационных происшествий, граждане США». Добавлю, что к участию в расшифровке бортового самописца приглашали также и представителей Турции. Однако Анкара отказалась прислать своих экспертов. Напомню, что турецкие власти утверждают, что Су-24 вторгся в воздушное пространство их страны и был сбит после неоднократных предупреждений. Однако, по данным с наземных служб контроля, уже известно, что нарушения государственной границы не было, а выживший штурман самолета сообщил, что никаких предупреждений экипаж не получал. Информация из черного ящика должна позволить однозначно установить и траекторию полета, а также прослушать записи всех радиопереговоров. Хотя в любом случае, как отметили представители Минобороны, возвращавшийся с задания бомбардировщик не представлял никакой угрозы для Турции. Экспертам удалось извлечь модуль памяти из самописца менее чем за час. Видно, что плату с микросхемами все же сорвало скреплений от сильного удара при падении с большой высоты. Сама плата, в том числе и 3 из 12 микросхем, получили повреждения. По мнению военных, эти повреждения могли быть получены еще и при попадании ракеты в хвост самолета, где, собственно, и установлен самописец. Поэтому сейчас сложно сказать точно, сколько времени потребуется на расшифровку черного ящика. Однако эксперты выразили надежду, что они сумеют завершить работу в течение нескольких дней. В любом случае, всю новую поступающую информацию будут сообщать общественности. Алена? Да, Михаил, будем ждать. Это был Михаил Акинченко из Межгосударственного авиационного комитета, где сегодня в присутствии журналистов скрыли бортовой самописец нашего бомбардировщика, сбитого турецкими ВВС над Сирией.